всем привет доброго времени суток уважаемые господа и дамы кто заглянул к нам на наш скромный канал который называется германия барахолка канал на котором просто мы показываем иногда предлагаем что-то купить но в основном просто показываем какие-то вещи из германии какие-то секонд-хенды в общем-то барахолки и фламаркты ну в общем тематика довольно распространенная и ничего мне необычного нет просто каждый все люди которые где-то проживают вокруг них имеется какая-то жизнь которую в общем-то все показывают и самое важное показывает пропускать через призму своего собственного самосознания и наблюдение за окружающей средой которая вокруг ник развивается и живет как я и говорил и в прошлом сюжете что я покажу вазы которые можно будет приобрести поэтому во первых строках этого видео сразу объявляю что можно эти вещи купить вот они у нас под собрались вот таким образом овладеть каждую из них из любить как-то проблематично а в общем-то это нехорошо когда они стоят каких-то в общем-то закрытых формациях витринах даже может быть каких-то еще каких-нибудь местах то есть смысла в этом нет поэтому кому интересно поэтому я их и выставил вот здесь мы видим 11 чудесных экземпляров в основном на 99 процентов это производство германии точнее сказать западной германии которая была в те времена гдр западная германия вот это продукция замечательных мастеров ну вот начнем мы с этой крайней вазочки она единственная сюда затесалась из социалистического лагеря это ваза венгерская но она это не просто венгерская ваза это из истории то есть венгрии которая тоже выпускала прекрасные вещи это халагаза кажется в общем вот такая вот она понравилась это винтажная настоящая фарфоровая ваза в которой видите абсолютно не глазурированная то есть ее основание что говорит о том что это настоящий фарфор и в тесте фарфора номер в общем очень редкая марка изумительный вот такой на ней букет такая вот она сантиметриков и так она где-то 15 наверно высоту и далее изумительные немецкие вазы вот такие вот опять же вернусь к тавтологии да все время хочется какие-то эпитеты и себя извергать там растекаться мысли и по древу насчет красоты и расхваливать найти как на восточном базаре продавец должен красноречив быть и свой товар нахваливать я думаю надо в этом себя как-то сдерживать потому что товар товар как-то оскорбительно то есть прекрасные вещи говорят сами за себя это воин штраус йохан зельтман родной братец еще одного зельтмана йозефа да да это йохан зельтман вот такая ваза очень я вам скажу редко встречающихся дичь в наших лесах она изумительна у нее такие у нее такие вот грани грани такие я вам специально не спеша это показываю то есть во всех отношениях это очень красиво и в отношении того что у нее можно и цветы поставить и просто как объект декоративный объект в общем-то ушедший уже эпохи я не уверен что сейчас создаются такие вещи с такой энергетикой с такой целью какой-то вот такой дизайнерской сейчас стало все как-то квадратненькое такое такое практичное знаете такое не бьющееся такое ну каждое время накладывает свои отпечатки на культуру на искусство на музыку на все то есть поэтому что говорить о вкусах не спорят но наши с вами вкусы в принципе совпадают в точке вот таких вот красивых вещей вот да далее 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 мы проходим с вами к этим двум я их вот так как-то расположил знаете более более по-братски более по родственному друг другу я думаю эти две тоже как-то фигурами похоже то есть я не знаю вам должно быть слышно камера хорошо звук пишет вот этот чудесный посвистывающий вот такой вот фарфоровый тон вот это тиршенроид давайте удостоверимся это такой город на границе с чехией это традиционное фарфоровое производство которое было основано в этом городе еще очень давно вот такая ваза тиршенроид я их не зря поставил месте так как узоры которые на них это вот такой вот деколь я думаю их роднит эти вазы вот еще одна ваза сейчас посмотрим той ли фирмы или другой да 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 это господа тоже тиршенроид это тоже фарфор это тоже настоящий порцелан так как я подчеркиваю вот это не глазурированная поверхность всегда нам говорит о том что она поддавалась обжигу и не однократному а как минимум двойному в процессе своего изготовления это ее делали мастера то есть она проходила определенные фазы вот тиршенроид не буду перечислять опять же города которые там находится я уже об этом говорил зельб вулзидель в общем зачем лишний раз может я в следующий раз опять их буду повторять сейчас есть не об этом потому что в общем то это все немецкое это все оттуда из тех времен когда деревья были большими вот она имеет вот такие если вам заметно я еще стараюсь видите заниматься звукоизвлечением имеет вот такое вот рельефная интересная идущая влево такая волнообразная рельефная поверхность такая тиршенройтовцы молодцы постарались сделать тоже ее высота где-то 19 вот так эти вазы вот это вот где-то наверное может 22 где-то до 15 вот так такие жмительные вот две вазы шикарные достойные занять почетное место в каком-то прекрасном доме в прекрасной семьи вазы для цветов что неудивительно так переходим еще к двум чудесным вазам которые стоят здесь передо мной большая редкость могу сказать вам большая удача в том что эти две вазы встретились это вообще просто мне кажется это невозможно такого не может быть но это факт но это факт как мы видим заготовки этих вас они идентичны то есть по своей геометрии по своей высоте в общем что там говорить но они имеют абсолютно различные цвета справа от меня это кобальт слева это натуральный натуральный цвет четырехкомпонентного высококачественного немецкого фарфора о котором слагали песни и стихи ну и до сих пор восхищаются принципе во всех странах вот большая удача в том что эти вазы встретились они были конечно куплены совершенно в разных в разные времена в разных местах не будем вдаваться я не детективный писатель который бы мог часами описывать свою охоту за какими-то вещами принципе вы это сами в общем-то и видите на видео которые были сняты ранее но факт остается фактом вот они к нам пришли эти изумительные чудесные две сестры изготовлены они опять же на фирме рахинба которая просто потрясает смотрите какое такое вдавленное внутрь донышко этих вас вот они это кобальт это просто прелесть это райхенбах вот все посмотрите светлая окантовочка то есть ваза ставилась и обжигалась и чтобы она была возможность ее снять с поверхности на которой она стояла во время отжига отжигала короче зажигала глазурью не покрывалась вот это вот окантовочка то что если ее покрыть глазурью вазу невозможно будет снять с поверхности она будет безвозвратно повреждена такая вот технология они вот эти две сестры они не простые такие они не одинаковые мы увидим на них разный орнамент золотой до 1 разный разные букеты разная компоновка этих цветов прекрасная компоновка чудесная просто я не поленюсь не поленюсь и прокручу ее и опять же везде звук понимаете вот я я везде вижу я вернее я везде слышу потрясный тон вот такой чудесный чудеснейший золото не пожалели золото не потеряла в общем то своего блеска и здесь мы видим с вами другой сюжет вот такая более крупная роза вот они находятся на обеих сторонах этих прекрасных замечательных вас очень любимая форма очень любимая и очень редкая так за ними стоит я ее специально поставил за потому что она повыше изумительные здесь тоже букет изумительная форма ваза для цветов это миттер тайк что говорит это марка опять же фафор опять же не глазурированный ранд нижняя часть этой вазы посмотрите такие букеты чудесные опять же звук который нам нам поет и вот такой деколь чудесный вот такая ваза легкая стабильная я ее опять сюда поставлю так как она высока и стройна поэтому ее видно отовсюду переходим к двум сестрам которые здесь слева от нас это кобальт это золото это цвет натуральный цвет фарфора отдающий такой голубизной которая встречается вот в таких вот изделиях я вижу вот эту голубизну иногда я вам показывал вазу кайзер там тоже такой жетон чудесные вот такие кобальтовые вазы очень винтажные очень уже имеющие кое-какие года за плечами это эдельштайн эхт кобальт номера тесто фарфора в общем бавария короче все знаки отличия посмотрите на эту форму на эту прекрасную шею опять же звук вот она эдельштайн чудесная фирма изящная сейчас уже встречающаяся редко редко можно найти полный какой-нибудь сервиз как правило это с каким-то потерями там чего-то нет чего-то есть в общем все не просто так господа не просто и вот тоже изумительная ваза это шуман любимый нами и вами кобальт посмотрите эхт кобальт эхт это по-немецки ну как бы настоящий настоящий кобальт вот он шуман изумительная форма приятная звук фарфор видите все не глазурированный кант вот такие вазы ну я насколько мог их составил как как-то друг к другу более-менее по-родственному вот такие две чудесные вазы и здесь большая удача находятся две вазы просто потрясные винтажные вазы очень старые очень немецкие очень в хорошем состоянии очень красивые имеющие потрясный орнамент вот такой вот на своих чудесных боках вот они то есть если их поставить где-нибудь симметрично и цветы да можно и без цветов будет очень красиво вот такие изумительные две вазы довольно высокие сантиметров по не знаю 25 наверное минимум может больше вот такие вазы вот они с потрясающим изумительным сюжетом вот под видео находится мейл господа и дамы на который собственно говоря и нужно всегда писать не только сегодня у меня вообще под каждым видео мейл бематон 002 собака yahoo точка да и е там все написано это несложно написать мейл поэтому пишите многие пишут спрашивают все происходит процесс обмена информацией поэтому я вам об этом еще раз напоминаю что под каждым видео находится электронный адрес вот кого это интересует то вы можете конечно же написать и эти вазы поедут вам 11 вас не знаю ну в одну посылку наверное вряд ли ну какие-то варианты всегда можно какие-то варианты всегда можно придумать так что на сей ноте я вам говорю до свидания до новых встреч и всего самого-самого хорошего вот такой общий план до свидания пока не